Алло, алло, здравствуйте! Здравствуйте! Я могу... Вы можете говорить, в общем? Да, могу. Тут такая проблема, по вашему адресу вызвали машинку. Подождите, какому... Я могу уточнить ваш адрес, алло? Алло! По какому адресу вызывали машинку? С этого номера? Да. С этого номера не могли вызывать, потому что у меня была тренировка, и не вызывали вообще никак, потому что телефон лежал на музыке. Ну, я забыл представить, запрошу прощения. Старший лейтенант милиции, Магиров Богдан Вячеславович. Смотрите... Ну, никак не могли вызывать, ни машинка, ничего. Ну, с вашего номера была подана заявка, что ваши соседи употребляют наркотические препараты. Ну, это точно не с моего номера. С вашего? Вот у меня в телефоне он. Может, вы перезвоните там в тренировке? Нет. А по какому адресу? Адрес я не знаю, сейчас надо уточнить. Но по вашему номеру... Ну, вы не знаете адреса, если я за это его не знаю, как я могу сказать, что мы прийти до свидетельства употребляют наркотические препараты. Ладно, девушка, это была шутка. Смотрите, я бы хотел вас пригласить на работу, по поводу полдэнса хотел узнать. Просто хотел скрасить ваше одиночество в этот вечер. Ну, так лучше не шутите, потому что я серьезно такие вещи воспринимаю. Серьезно воспринимаете такие вещи? Да, у меня просто соседи тоже не самые лучшие, поэтому, да, лучше не шутите. А, я понял, хорошо. Что у вас там по расценочкам можно уточнить? Что, что уточнить? По поводу полдэнса хотел уточнить я. Да, уточняйте, что и вас интересует. А что вообще там у вас есть, какие расценки? Можете рассказать так, вкратце хотя бы? Ну, я тренер полдэнса, что тут рассказывать, занимаюсь год, а до этого хорошая спортивная база, я воздушная гимнастка. То есть на выступление вас приглашать можно, да? Да, я работаю. Работаете? А вы вообще как, ну, стриптиз или как работаете? Нет, не стриптиз. Просто полдэнс, да? Полспорт, это спорт, это без никакого раздевания, просто в красивом костюме, то есть в топике, шорте и исполнение номера, то есть элемент имитации и кроватики. Я понял. Хорошо, а хотел бы еще уточнить, ладно, ну, если мы вас там пригласим, вы вообще где находитесь? В каком городе? Я живу в Киеве. В Киеве, ну, Белая Церковь, это, в принципе, недалеко, вы на такие выезды сможете ездить? Смотря когда, если по выходным, свободно. По выходным, ну, мне хотя бы тренировки можно так? На тренировки? Или к вам надо ездить? К вам возить надо? На тренировки, ну, смотря, это будет индивидуальная тренировка, это будет где проходить, и сколько количество человек? Количество получается шесть, вот, нас будет шесть, шесть поросят. То есть, грубо говоря, это будет как открытый урок для мастер-класс? Да, да, мы хотим научиться пулл-дэнсу. Пулл. Ага. Вот. Я поняла. А по стоимости сколько? Ну, в принципе, деньги не проблема, но хотелось бы уточнить. Смотрите, или смотри, как лучше. Можно смотри, конечно же, можно. Я еще молод. А, смотри, я не буду оплачивать аренду студии, я так поняла. Там есть студия. А у нас есть студия, да. Вот. У нас своя ферма, так скажем. Хорошо, можно узнать, будет статика или динамика? Кто-кто? Статика или динамика? А, пилоны. Конечно, будут. Пилоны, все есть. Ну, получается, ограды для поросят есть. Нет, пилоны. Что-что? Динамика или статика? Или там два в одном? Два в одном. Хорошо. Получается, там заборы... А, высота потолков. А? А какая высота потолков? Четыре метра, по-моему. Четыре, да. Ага. Это хорошо. Смотрите, если я к вам приеду, то есть это будет считаться, грубо говоря, как мастер-класс. То есть это определенное количество человек, то есть никто уже больше не будет вписываться, вописываться. Да, шесть поросят получается. Там одна свиноматка, пять поросят. Хорошо. Вам получается час, два часа сколько тренировок должен взлететь? Два часика, я думаю, им хватит. Да, два часика, я тоже думаю, хватит. После обеда. С моими тренировками. Будут сколько мужчин и женщин? Ну, получается, одна свиноматка и пять поросят. Пять мужчин, одна женщина. Может спросить со мной, может быть кто-то из родных? Из родных? Да, чтоб я не сама в город ехала. Ну, конечно, берите, там хоть всю семью, не знаю. Это не проблема, у нас, в принципе, ферма большая. Конечно, было бы лучше, если бы в Киев приехали, но если я буду ехать на выезд, это будет стоить дороже. Ничего страшного. Ну, обычно я за мастер-класс, я, ну, я, поскольку еще не уступала на всяких, таких, как это сказать, соревнованиях, только по воздушной гимнастике ездила, то у меня тысяч человека 300 гривен. Один урок, да, получается? 300 гривен. За два часа, да. Это получается 6 на 3, боже, дай мозгов. Сколько это? 18, да? Вот. 1800, правильно? За 6 поросят 1800, хорошо. Ну, в принципе, да, неплохо. Ну, тренировки же... Это за два часа, просто если вы узнаете, что другие берут от 450 за час, за мастер-класса человека, по Киеву. Поэтому, да, думайте. Никто вам дешевле, чем я уж точно не могу, не да. Хорошо. А с кем вы из родственников хотите приехать? Да, ну, с кем-то из родных, чтобы не со мной быть, чтобы потом, если что, прогуляться по городу. А, по городу прогуляться. Я понял. А вас в ВКонтакте можно как-то найти? А то мне просто... Рабочую или такую страницу? Давайте запишите. Ася Марьянская, я там просто одна в поиске. Как? Ася Марьянская. Ася Марьянская. Киев, да? Да. И я там одна буду в поиске, не важно. Киев, Киев. Да, правда, Ася Марьянская. И там я потом добавлю, если я вас в кинорабочую страницу. Я понял. Ну, я так полагаю, вы с молодым человеком, да, приедете к нам на ферму? Ну, скорее всего, да. Воздушная гимнастика, да, вижу растяжка у вас хорошая, действительно. Блин, а как это вы так летали? Ну, вот так вот научилась я самолучка. Классно. Это вы летать умеете, получается, да? Да. Да, замечательно, замечательно. Неплохо. Хорошо. Получается, ну, смотрите, потолки у нас сколько там? Четыре, да, вроде бы я говорил, метра. Вот. Да, да, да. На четырех метрах я полотнофигма указала только колечко, когда вы найдете. Что-что? Ну, колечко будет, ну, если вас интересует воздушная гимнастика, то это будет дороже. То есть, кольцо... Ну, у нас кольцо есть, в принципе, там, анональное. Ага. Кольцо есть. У нас на ферме, в принципе, все есть. Все, в принципе, оборудовано для этого. Ну, как, для себя оборудовали. Вот. Я поняла. А кольцо каких размеров вообще, ну, примерно, было бы нормально? Сколько? Диаметр? Для мужчины лучше диаметр 1,05, а для девушек метра, я думаю, нормально будет. То есть, 1, да? 1. По диаметру. Алло? Да, да, да. Угу. Я понял. Ну, в принципе, а что еще? Веревки там какие-то? Надо? Какие-то бандажи? Бандажи? Нет, 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 не надо. Если только колечко, то просто колечко с креплением и баллоны. Кольцо с креплением, да? Хорошо. Ну, чтобы повесить, она же должна висеть? Ну, в принципе, да, не спорю. Хорошо. Так, что это? Ну, что-то не понял. Угу. Так, по поводу шеста мы разобрались. Шест... Ну, диаметр шеста же, без разницы, да? Ну, это уже какие у вас стоят, а какие у вас и стоят. Угу, я понял. А кольцо, кстати, Ant Queen или Boyum лучше? Что-что-что? Кольцо какой фирмы лучше? Ant Queen или Boyum? Его делают на заказ у мастера. Не, у нас просто есть два кольца, Ant Queen или Boyum. Вот. Ну, в принципе, вы сами сможете посмотреть и выбрать, да? Мне это нравится, лишь бы оно было обмотано, чтобы руки не ехали. Обмотано. Угу. Хорошо. Так, по поводу пилона разобрались, по поводу колечек тоже разобрались. Так, Ant Queen, если Ant Queen кольцо будет, получается, ну, оно апнутое до третьего левела. Это ничего страшного? Если честно, я вот этих ваших всех не понимаю, потому что я цирков... Ну, как... Это более цирковое искусство, это не скоп. Ну, вы с цирком ездили, да? Прямо вот таких вот фирм нету. То есть обычно воздушное кольцо изготовляется у мастера, ты указываешь диаметр, объем, ну, то есть ширину и все. Тебе сделают и вот твое колечко. И там укрепление двойной, диодинарной, там канаты или тросы. Ну, канаты, канаты, канаты у нас есть. Канаты есть. У нас, получается, канат Хавка есть и некромансер Хавка, этот, боже. Ну, хорошо, я канаты не преподаю. Я могу показать пару элементов на канате, но... Ну, короче, поросят вы моих обучите, да? Если что. Потому что? Говорю, поросят вы моих обучите, да? Да. Потому что эти шерсти... Ну, я прошу прощения за выражение. Просто... Ну, они действительно не слушают меня, вечно бегают, крюкают и все. Я не знаю, как их полденсу научить. А вы... А, кстати, я хотел уточнить. Уроки вы в каком сете проводите? В робе или... Ну, роба, лайт, хэви? Что-что-что-что? Ну, вы уроки проводите в каком сете? Роба, лайт, хэви? Я... Ну, то есть, я... Кажется, мы индивидуально. Если человеку еще не занимался, я ему более легкий. Если занимался, то более сложно. Ну, я понял. Если занимался в хэви, если нет, то в лайте. А так, типа, нейтрально, то в робе, да? Получается. Ну, я провожу вот под уровень, то есть, какой человек имеет уровень, то есть, какие элементы я даю. Растяжка у меня, то есть, у всех одинаково, то есть, я тяну по мере человек. Ну, по возможностям. Я не буду там никого рвать, у меня никто еще не подсказал. Все рады, радуются. Это вы зайдете там на рабочих страниц, что там девочки граждане неблагодарны, спишут. Я понял. А если, ну, вот сделать там цирковое такое упражнение, типа, поджечь поросят и крутить их на канате, ну, это возможно так как-то? Ну, если есть ошибка, без друг, то крутиться на канате очень легко. Да, мы бы хотели просто на канате научиться крутиться во время поджигания. Поросят, поджечь. Ага. Вот. А, кстати, вы вот эти все элементы мутите под каким бафом? Под фулл бафом или на салфах? Ну, просто у нас один поросенок получается, ну, я их так называю, девочка. Она уехала, потому что, вот, ее тренировал олимпийский чемпион Азони и Автыш, может, вы слышали когда-то. Ага. Вот. То она, ну, решила уехать. Вот она, да, поджигала себя на канатах Изи вообще, делала все эти скиллы. Скиллы точеные у нее были. У вас, кстати, как там по скиллам? Проточены или нет? Что, окончены? Я не слышала, извините, пожалуйста. Проточены скиллы у вас или нет? Я опять не слышала, что ли неразборчиво, то ли не понятно, что окончила. Не, не, не кончили, не кончили, я не об этом. Вы не так меня услышали. Говорю, вы заканчивали, ну, там, курсы же, да, какие-то или нет? Нет, не заканчивала никаких курсов. Ну, вы самолучка, я так полагаю. Ну, в принципе, по фото вижу, да, достойно, достойно. Ну, вы можете посмотрите спокойно мои выступления. У меня есть канал на Ютубе. Канал на Ютубе есть даже? Ух ты. Да, Анастасия Марьянская. Ну, еще больше удивлял. Так, еще что-то. А, кстати, вы там практиковали? Вы практикуете вообще или практиковали эльфийский язык упражнения или нет? Вот еще что интересует. Нет, я практиковала. Да, просто старше свиноматки надо было бы. Хорошо, ну, смотрите, тогда в Драгонвале, в принципе, можно проводить это все. Ну, у нас на ферме. Кстати, я бы хотел спросить, а вы вообще как? Вы за Адену выступите в клан-холле? Выступление у меня, если я буду выступать, это совершенно другая цена. И совершенно другая работа. Ну, тут потолки, я вам скажу, не очень высокие. Я вам где-то 2,5-3 максимум в клан-холле. Ну, на полотнах я не буду выступать. То есть, если это полдэкс или колечко, да? Колечко, да, колечко, чисто на колечко хотя бы. На колечко спокойно, но не полотнах, как бы лошадка. Ага, я понял. Хорошо. Так. А, хотел еще спросить, боже. Ну, может, просто знаете звезду балета, получается, Гаспара. Не слышали? Он тоже приезжал к нам в клан-холл. Может, и слышала, но что-то приезжал, нет. Ну, Гаспар. Он на Олимпиаде выступал, в принципе. А так, в принципе, ну, один из таких популярных звезд балета, Гаспар. Вот, вот, серьезный мужчина. Не слышали, нет? Ну, про него я слышала. Слышали, да? Он очень известный. Слышали про Гаспар? Да. А, я понял. Хорошо, ну, в принципе... Так, ну да. Дестер 50-го левела, получается. А почему 50-го? 52-го же, нет? Ну, это поросята что-то там пишут. Я в этих понятиях, то, что вы говорите мне леверы, это, ну, я вообще к этому отношения не имею. Ага. Я понял. Ладно. Ладно, хорошо, я тогда вас наберу. Когда вас можно набрать, вы говорите? Вообще, каждый день после 16-го до 18-го. Понял, хорошо, я тогда в один из дней я собеседование соберу с поросятами, мы обсудим все это. Хорошо? Хорошо, можете добавить меня в ВК и, если что, написать. Да. Это даже будет проще, чтобы я вам все объяснила. Ну, вы, получается, как блэйд-дэнсер, да? Больше работаете. Нет, я как воздушник. А, воздушник. Ну, я понял, сонги. Сонги. А, получается, я помню, я не воздуху и полдэнсу, но воздух тянется больше, конечно. Я выступаю, я пока по воздуху, но просто полдэнс. Я еще не набрала себя в того уровня, которого бы хотела. То есть у меня, как сказать, я выступать спокойно могу, то есть у меня уровень выше, чем у меня у тебя тренер. Но, как бы, если свершая, я не представляю, какие бы хотела. Я понял. Ну, в принципе... Ну, я понял, а боевая стойка... Ну, ладно, я не буду обсуждать уже, это так, на месте, боевые стойки все эти... Вот это вот все, стойки... То есть, из тех, кого я учуала полдэс, то есть никто не радует, то есть здесь это все радует. Понял. Хорошо. Шаман Кинг. Ну, мне тут подсказывают. А Шаман Кинга, кстати, не знали вы? Тоже такое... Я понял. А с Гаспаром вы лично были знакомы или нет? Нет, нет, нет. Нет, вы только слышали, да, о нем? Да. Я понял. Хорошо. А как вы нашли мой номер? Ну, это нам товарищ скинул ваш номер, сказал, что вы хорошо там обучаете. Я не знаю, кого вы там ему обучали, я не уточнял, но он посоветовал именно вас. Хорошо. Хорошо, а как товарищу зовут, мне просто интересно? Фишер. Фишер? Ну, понятно. Да, вообще. Вот. Фишер. Хорошо, вы готовите, да, нет? Да, я, если что, вас тогда наберу. Хорошо, или спишемся. Да, или спишемся. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Сука, я не мог. Ебать. Говорит, я Гаспара знаю, еб твою мать. Что если, блядь, ты Гаспара знаешь? Я хотел очки надеть и разбить себе голову, блядь. О, боже. Уже есть такие балеры. В смысле, балерин Гаспар? А подожди, а реально есть балерин Гаспар, что ли? Наверное, мужики синились. Кто посоветовал? Фишер, блядь. Все, фишер, все, фишер. Во всем виноват фишер. Конечно, давайте фишер, 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 фишер. Везде фишер. Там есть супер про Гаспар. К хиллером давай звоним. К хиллером? Ха-ха-ха. К хиллером. Блядь, да они меня с этого, скажи, с моста мне хотели снимать. Хуй хиллер. Спасибо, Гехс. На здоровье, братан. Обращайся. Что будут пранки делать для тебя? А ты плавник заказал свою девушку? Не знаю. Кому ты заказал, братан? Кто она тебе? Кстати, в натуре, откуда у тебя ее номер? Блядь, я что-то не подумал об этом. Я все что и казалась, пытаясь кем-нибудь принять. Понял? Юро, ты же нихуя не фишер, блядь. Откуда ты номер взял, а? Блядь, запись шла? Нормально. Попробуй другому клоуну набрать. Ха-ха-ха-ха. Сука, сейчас номер он. Что за девочка рядом с тобой? Гость со стрима. Кутоп сосьешь? Сосью, сосью. Менток хотят все векс. Блядь. Так, надо. Мощно.